Рыбница, парк и летняя эстрада. Для местных просто ракушка. Каждые выходные здесь танцы. Сейчас вместо музыки строительный шум. Форма сцены останется та же, только в современном стиле. За ремонтом на месте наблюдает президент. На летней эстраде предусматривается полностью изменить дизайн самой ракушки. Перестраивается сцена, покрытие будет другое. Замены будут малые архитектурные формы, то есть камеечки, ворны. Будет очень все удобно. Будет электрифицировано все это, будет красота для людей отдыхать. Пока взрослые отдыхают, малыши смогут прокатиться на электромобилях. Для маленьких гонщиков появится отдельная площадка с разноцветными авто, такая же, как в Екатерининском парке. Дальше школа-интернат. В предыдущие годы по капотложениям здесь отремонтировали спальни, классы и столовую. Сейчас взялись за территорию. Построят беговые дорожки. В перспективе – футбольное поле. Есть еще планы. Воркаут для более взрослых детей, плюс развлекательные спортивные комплексы для меньших детей. У нас, в принципе, там порядка 190 обучающихся деток. И это детки, которые находятся там многие постоянно, поэтому им надо тоже уделять очень большое внимание. Перемены и для грибной базы. Здесь тренажеры. Кроме водных видов спорта можно будет погонять мяч. Появится своя спортплощадка. Покрыть его резиновым покрытием, удобным для того, чтобы были неловкие. Установлены, конечно, баскетбольные кольца, сетки. Спортсмены, которые занимаются греблей, они разносторонние, то есть им надо развивать все группы мышц. И одно из, скажем, таких развития ловкости, выносливости – это, конечно, и футбол, и баскетбол. Только делается ремонт нормальный, сразу увеличивается количество желающих заниматься, даже сверх того. Поэтому надо развивать спортивную инфраструктуру, при том везде. Это не просто ради красоты, это ради будущего, ради здоровья. Президент побывал и в Рыбницком бассейне. Недавно здесь заменили чашу. Новая тут и система очистки воды. Бассейн уже стал популярным. Городу его не хватало.